В городе есть одна очень интересная проблема. Весна. Мы все выходим на субботники и даже мы выходим на стихийные субботники, о которых администрация порой и не знает. И вот складируются мешки мусора. Администрация не знает, что там существуют горы уже приготовленного вами мусора. Сообщайте, пожалуйста, потому что они так и будут лежать там все лето, пока город не узнает об этом и не уберет их. Подробнее мы поговорим с замглавой по ЖКХ Мизенковой Юлией Ивановной. У людей создается впечатление, что они, выходя на субботники, выполняют работу за те организации, которым администрация платит по договору обслуживания территории текущего содержания, и уборки объектов благоустройства, объектов дорожно-мостового хозяйства. Это совершенно не так, потому что на субботники предлагаются гражданам только те территории, которые не вошли ни в один контракт по содержанию, потому что на территории города у нас есть такие объекты, которые не закреплены ни за одной организацией. Это так называемые белые пятна, которых по-прежнему на территории города много. И вот именно они убираются в рамках субботников при исключении общественности. Общественности, администрация сама неоднократно своим коллективом выходит на субботники и убирает такие территории. Есть территории, которые должны убирать управляющие компании. То есть там тоже организуют управляющие компании силами жителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, такие субботники. Но опять же, это зона их ответственности. И кроме того, правилами благоустройства обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводске еще закреплена так называемая прилегающая территория к объектам. Это уже не к объектам любой формы собственности. Если это предприятие, то прилегающая территория в 5 метров – это зона ответственности вот этого предприятия или организации, которое уже в рамках ли субботников, в рамках ли заключенных каких-то договоров должно убирать конкретное предприятие. Продолжение следует...